Депутаты городского собрания для жителей завокзального микрорайона доступны всегда. Обращаются к ним по разным вопросам. Вот и на этот раз самые активные граждане заваливают народных избранников наказами. Тамара Голикова просит помочь в строительстве остановочного павильона у здания кардиологии. Для пожилых людей и больных остановка здесь жизненно необходима. Депутаты обещают помочь. Если поступает от нас предложение, они обязательно занимаются нашими вопросами. А мы вообще все время в контакте с ними работаем. И Менгалеев плотнее всех с нами работает. Он всегда доступен. К нему нужно обратиться лично и по телефону с любым вопросом. И помощь последует обязательно. В актовом зале 13-й школы «Яблоку негде упасть». Встреча с жителями завокзального проходит в деловой атмосфере. Повестка дня пестрит вопросами, которые люди хотят решить в первую очередь. Из 200 домов отремонтирована лишь четверть. Необходимо продолжить благоустройство придомовых территорий, асфальтирование проездов между домами, ремонт инженерных коммуникаций, кронирование деревьев, улучшить работу общественного транспорта. По мнению депутата Ильгизара Менгалеева, часть проблем можно будет решить за бюджетные деньги. Часть – на средства предпринимателей, которые понимают социальную ответственность бизнеса перед обществом. Например, улица Пригородная мы полностью хотим отремонтировать за счет наших предпринимателей. Мы уже с ними встретились, уже разговаривали с ними, они согласны. Сейчас выполняется проект, и я думаю, что в этом году мы выполним ремонт этой улицы. В скором времени в микрорайоне должны появиться две новые детские площадки. На следующий год депутаты предусмотрели в бюджете строительство еще нескольких игровых и спортивных объектов во дворах. В планах отремонтировать ряд улиц, привести в порядок дома, которые нуждаются в этом в первую очередь. И опираться в этой работе народные избранники намерены на актив микрорайона, общественной организации и председателей домовых комитетов. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.